Мои сладкие, всем приветики! Очень рада видеть вас на моем канале. Меня зовут Валя и добро пожаловать, друзья! В этом видео речь пойдет про базу от P. Louis. Да, именно та самая всем известная легендарная база, которая творит чудеса на ваших глазах. Сегодня я вам все полностью расскажу в деталях про эту базу. Также я еще вообще затрону тему в этом видео про базы по тени. Надо они? Не надо они? Или можно обойтись просто консилером? В чем разница? Друзья, если вам интересна эта тема, конечно же, оставайтесь со мной. Ну и поехали! Как же наносить базу от P. Louis? Те, кто подписан на страницу P. Louis в Instagram, те, я думаю, видели 100% видосики P. Louis, как они берут, допустим, вот такого подобного рода кисточки своего же бренда, просто купают в этой базе, так что с кисточки стекает эта база. И затем вот такими притаптывающими плотными движениями наносят на весь полностью глаз. Мне этот формат не понравился. Во-первых, слишком много, реально слишком много базы таким образом израсходуются. Извините меня, я не готова так часто делать заказы на сайте P. Louis и заказывать себе 20 банок вот этой вот базы, чтобы она потом лежала у меня и протухала. Нет, камон, извините. Я для себя поняла, что лучше всего и удобнее всего мне наносить такую базу вот такой вот синтетической кисточкой, бочонком. Она такая плотненько набитая. Такие кисти встречаются чуть ли не в каждом наборе, в принципе, это кисти для консилера. Чаще всего их так маркируют. Это очень удобная штука именно для вот этой вот базы. Пальчиком, когда вы наносите, в принципе, можно, вы нанесете тогда слишком тонкий слой, скажем так. И некоторые тени с этим слоем не сработают. Это я вам потом уже впереди расскажу о своих выводах. Поэтому я рекомендую наносить данную базу именно вот подобного рода кистями. Текстура у этой базы такая кремообразная, плотненькая. Она держит форму, никуда не стекает. Я не вычисляю, какое количество мне надо базы. Просто выдавила себе на глаз вот такую горошинку. Набираю сразу же вот на кисточку и переношу это все на глаз. Переношу все вот такими вот притаптывающими и одновременно смахивающими, что ли, движениями. Но больше именно вот втаптываю, как будто бы, эту базу. Могу где-то вот так вот повозюкать. Но лучше всего ее вот так вот именно притаптывать. И затем этой же кисточкой я наношу на нижнее веко. Если вы чувствуете, что переборщили, как будто бы, с базой, вот вам что-то вот утяжеляет веко, как будто бы, можете вот так вот пальчиком аккуратненько чуть-чуть попритаптывать. Данная база не фиксируется как консилер, к примеру, Tarte Shape Tape. У нее происходит какая-то самофиксация, но не настолько ядреная, не настолько сильная, как, допустим, на Tarte Shape Tape. За счет вот этой своей деликатной самофиксации она как раз-таки и хватает пигмент. И на нее очень круто приклеиваются тени, потому что она как будто бы немного полувлажная, что ли, остается на ваших глазах. Поэтому, что я рекомендую обычно, прежде чем приступать к нанесению теней каких-либо, это припудрить область под бровью, там, где у вас будут растушевываться немного тени, какой-то светоотражающей пудрой. Или, допустим, вот пудрой от Hourglass, какой-то легкой такой пудрой, не слишком плотной. Или же можете взять спокойно себе хайлайтер и хайлайтером припудрить, допустим, телесный оттенок теней взять и также пройтись немножечко под бровкой, чтобы подсушить эту область, для того, чтобы у вас в дальнейшем была намного легче и намного проще тушевка. Я набираю пудру от Hourglass, вот здесь вот все разравниваю предварительно, эта база имеет свойство скатываться, пока на нее не нанесли тени. И такой легкой пушистой кисточкой я прохожусь вот так вот под бровкой, совсем-совсем чуть-чуть, не заходя, в принципе, в складку, потому что нам нужно все-таки, чтобы пигмент, чтобы тени приклеивались к базе. А как раз-таки границы, края хорошенечко растушевывались. Припудривать полностью базу под тени я не рекомендую, я вообще в этом не понимаю смысла и логики. Смотрите, вы наносите базу под тени, которая так и называется, навека для того, чтобы нанести потом тени. То есть предполагается уже, что база какая-то, она обладает липкостью, может, какой-то, она там притягивает на себя тени, как-то приклеивает хорошенечко. И представьте, вы берете сухой продукт, вы берете пудру или же тени телесные, неважно, и запудриваете полностью все века. Все, всю клейкость вы убрали, всю липкость вы убрали, в чем тогда смысл? А потом мы наблюдаем, как, допустим, берем какие-то сложнейшие оттенки, неважно вообще какие оттенки, наносим, ой, а почему не липнет, ой, а где пигментация у теней, ой, а что такая база плохая, скажем так. Вот, поэтому никогда не совершайте таких ошибок, никогда этого не делайте, смысла в этом нет. Если вы хотите, чтобы у вас была просто мягкая растушевка, то лучше припудрите немножечко подбровкой, если вы сомневаетесь в своей тушевке, сомневаетесь в своих способностях, допустим, растушевки. А для того, чтобы на все века наносились плотно матовые тени, насыщенно, пигментированно, не надо ни в коем случае припудривать века. Все, запоминаем, какой чинаш. Я хочу сегодня использовать вот такую вот палеточку от Viseart, она называется Violet Attentue, мой французский, it's something amazing. Вот так вот она выглядит, короче, это запуск 2021 года, если не ошибаюсь, у нее здесь такая фиолетовая прохладная гамма, есть коричневые такие с розовинкой, с лиловинкой какой-то. Матовые я хочу брать из этой палетки, а сияшки я посмотрю, короче, я соскучилась за косметосом, у меня есть возможность. Сегодня я буду работать в технике от темного к светлому, что такое техника от темного к светлому и вообще как работать с тенями. У меня есть целый видос огромнейший просто, там, где я показываю, как я работаю с тенями, как правильно работать с тенями, по моему мнению, поэтому ссылочку я оставлю в инфобоксе, там обучающий туториал. Буду работать от темного к светлому, потому что у нас довольно-таки капризный винный оттенок, и эта палетка, она сама по себе имеет как раз-таки оттенки с приколом, как я говорю. Я беру кисточку бочонок и набираю вот этот вот как раз-таки винный оттеночек. Разравниваю перед нанесением все свои скаладочки, заломики, и наношу этот оттенок на внешний угол глаза, такими притаптывающими движениями. На нижнем веке я также расправляю все скатывания и наношу этот же оттеночек. Немножечко оттягиваю цвет, продолжаю заниматься оттяжкой этого темного оттеночка. Затем на нижнее веко я хочу добавить вот этот яркий такой фиолетовый оттенок матовый, и наношу вот сюда в продолжение винного оттеночка. У меня может ничего не получиться, потому что это очень капризный такой цвет в этой палетке, самый, пожалуй, капризный матовый. Да, все плоховастенько, охрана отмена. Затем на маленькую пушистую кисточку я набираю вот этот оттенок и наношу его дальше, строя градиент. Наношу его в складку века. Сегодня непростые матовые, очень-очень непростые далеко, поверьте мне, но мне хотелось как раз-таки с этой базой и показать вам, как работают сложные тени, с которыми прям приходится возиться, к сожалению, что с этой базой намного, конечно, проще. Она все немножечко упрощает. И на пушистую растушевочную набираю вот этот самый светлый оттеночек и добавляю немножечко по границам тушевки. Я сегодня хочу использовать две однушки от Glam Shop, может быть, еще какую-то использую, не знаю. Для внешнего уголка я возьму оттенок сок с жука, вот такой вот красивейший, и наношу его вот сюда на внешний угол глаза. И хочу взять второй оттенок Слота Пукуса, вот такой вот яркий розовый пигментик. Наношу его следующим. На нижнее веко я наберу оттенок Lavender, вот так вот он выглядит, на польском Лилевы, и наношу сияшку на нижнее веко. На внутренний уголочек глаза попробую добавить вот этот вот хайлайтерный оттенок из палеточки VisiArt. Вот такой вот оттеночек, очень легкий, ненавязчивый. Если у меня сейчас ничего не получится красивого, то тогда что-то просто яркое и сияющее добавлю хайлайтера Джеффри. И наношу кисточкой во внутренний уголочек. Ну да, как-то не ах. Я возьму вот такой вот оттенок невероятной красоты, называется Жоржа от Glam Shop тоже, и нанесу его во внутренний угол. Что ж, друзья, за кадром я сейчас закончу этот макияж полностью, и к вам вернусь. Буду рассказывать вам про эту базу. Итак, давайте теперь обсудим, собственно говоря, базу по тени. Когда-то я считала, что консилер, допустим, Tarte Shape Tape или вот такой вот консилер L'Oreal Infallible, это просто лучшее, что можно придумать для теней. Я считала, что зачем базы по тени вообще, консилер прекрасно справляется. На самом деле скажу так, что я была ведома YouTube, я не изучала эту тему, я мало чего вообще знала на то время. Поэтому я считала, что консилер это истина в последней инстанции, так сказать. Пока не начала интересоваться более технологиями, какими-то формулами теней, пока не начала получать какие-то знания, пока не начала общаться именно с производителями косметики, и пока не начала узнавать какие-то определенные такие нюансы в производстве теней, к примеру, то я вот считала, да, что консилер это самое лучшее средство, что можно придумать вообще на этой планете. Я понимаю, что многие могут сейчас со мной поспорить, что а-ля консилер это то же самое, это база такая же под тени, да фигня это все твои разговоры. И ваше право, ваше мнение, вы имеете на это право, я делюсь здесь своими эмоциями и впечатлениями, вот, и своим опытом, скажем так. Тестируя большое количество косметики, тестируя большое количество именно теней, разнообразных просто формул, я поняла, что все-таки некоторые тени работают с консилерами. Вообще на изи. Допустим, некоторым теням даже прописывают именно консилер, к примеру, Tarte Shape Tape и ежи ему подобные, которые самофиксируются на глазах. Ну, допустим, я могу вам привести пример Наташи Динона. Вот ее тени, ее формула матовых теней, не которые cream to powder, а простая формула матовых теней от Наташи Динона. Вот ей, допустим, прям прописано именно консилер Tarte Shape Tape, допустим, или же какой-то другой самофиксирующийся консилер, потому что она сама по себе уже такая более силиконистая, что ли прорезиненная, я не знаю, когда вы трогаете ее тени, они намного более мягче и шелковистее, чем некоторые другие тени. Поэтому ей бы, наоборот, желательно, чтобы немножечко посуше было на ваших глазах, нежели, допустим, база от Pee Louise, потому что база Pee Louise намного более липкая, чем консилер, так сказать. Поэтому все вокруг и говорят, что Наташа Динона работает лучше всего именно с консилером Tarte Shape Tape, допустим. Я поняла, что когда вы этим занимаетесь более углубленнее, когда вы, допустим, визажист или же вот бьюти-блогер, каким-то образом вы причастны к бьюти, то вообще в идеале, чтобы все-таки были разного рода базы по тени. Это лично как по мне. Я поняла, что, допустим, с некоторыми тенями мне комфортнее работать и прям очень хочется работать именно на базе по тени от Алекса Рудковского, к примеру, которая мне очень понравилась. И действительно, некоторые тени намного лучше с ней работают, потому что она очень-очень липкая. Если вам нужно какие-то не сильно пигментированные тени превратить в что-то ядерное бобамистое, то это, конечно, допустим, база от Алекса Рудковского. База иногда может исправить какие-то недочеты вашей палетки, скажем так. Если вам нужно, чтобы было что-то посуше на ваших глазах, к примеру, как тени Stacey Alex, кстати, когда я наносила, мне прям хотелось все-таки вот именно не на такую базу по тени наносить, не на пилу, и захотелось все-таки, как и Наташа Динона, на консилер нанести, чтобы что-то было на ваших глазах посуше. И если посмотреть на Stacey Alex, то она сама, в принципе, наносит свои глазурики сначала, которые являются такими суховатыми немножечко, когда они застывают. Ну так, я честно вам скажу, я сужу только чисто по картинке, потому что я видела текстуру, я еще не трогала, ко мне только едет Stacey Alex. И затем она уже наносит матовые, и у нее все легко тушуется. И на ощупь эти матовые тоже, опять-таки, как будто бы такие немножечко прорезиненные. А вот, когда вам нужно что-то среднее, когда вам не надо сильно сушить века, когда вам не надо что-то гиперлипкое, вот эта вот база как раз-таки является палочкой-выручалочкой. Насчет базы Pee Louise я могу сказать, что это что-то среднее, вот именно между гиперлипкой какой-то базой и между консилером. Это вот золотая идеальная середина. Все-таки, исходя из моего опыта, моей практики, исходя из моего тестирования теней, чаще всего у меня рука тянулась именно к этой базе, и чаще всего тени с ней срабатывали. Я не могу сказать, что все тени хорошо с ней срабатывают, потому что заметила такой иногда эффект, что наносишь эту базу, наносишь тени, все ложится пигментированно, ядерно. И есть некоторые тени, которые сами по себе через время улетучиваются, это просто такие способности теней, скажем так. А есть некоторые тени, которые как будто бы впитываются в эту базу, и тебе приходится наслаивать немножечко. И когда ты уже наслоил, тогда ты добился полной пигментации. Вот есть еще такой разряд теней. Опять-таки, как это узнать, как это проверить? Да никак, это просто придется пробовать, тестировать и находить подход к теням. Это все звучит немножечко сложно, наверное, как будто бы какая-то гипернаука. Господи, я хочу просто взять палетку и с ней работать. Но на самом деле на то мы и бьюти-блогеры, на то мы и обзорщики, допустим, чтобы что-то тестировать, вам советовать. И мы получаем удовольствие от того, что мы тестируем. Ну, не всегда, правда, но тем не менее. И вам одновременно это тоже полезный контент. И вы будете понимать для себя, брать или не брать ту или иную палетку. Справитесь вы с ней или нет. Что касаемо нанесения этой базы по тени. Все-таки, повторюсь, мне нравится наносить исключительно синтетической, такой плотной кисточкой бочонком на все веко. Я вас очень-очень прошу, не наносите любую вообще базу по тени. Если это разве что консилер, допустим, вы используете, то окей. А если вы используете базу по тени, я вас очень прошу, пожалуйста, наносите это либо пальчиком, либо же инструментом, кисточкой, допустим. Но ни в коем случае не наносите спонжиком. Спонжиком, когда вы наносите, во-первых, за счет своей пористости, спонжик много съедает этой базы. И вы что нанесли, что не нанесли. Во-вторых, это получается неравномерное нанесение на ваши веко. Лучше уже возьмите кисточку и спачкайте. Ее можно несколько раз пачкать, в конце концов. Я не после каждого применения базы иду мыть кисточку, скажем так. Я использую 2-3 раза эту кисточку, потом иду мыть, когда она уже, знаете, собьется, в конце концов. Вот, все. Давайте наносить грамотно базы по тени. Затем, прежде чем наносить любые тени, будь то матовые или сияшки, обязательно разровняйте вашу базу по тени, если она скаталась. Ни в коем случае не оставляйте вот эту вот колбасу, иначе у вас еще больше все будет скатываться. Когда вы думаете, что у вас сияшка скаталась, убедитесь в том, что вы разровняли эту базу сначала, а потом уже нанесли сияшку, к примеру. Если уже и в таком случае тогда скаталась, то тогда действительно есть претензии и вопросы именно к сияшке. По стойкости мне база P.LUIS больше нравится, чем консилер. За счет как раз-таки своей липкости тени приклеиваются, и они там держатся. Дальше еще стойкость, конечно, зависит от производителя, от бренда, от формулы и так дальше. Но что касаемо базы, база по тени от P.LUIS мне понравилась больше по стойкости, чем консилер. Затем очень часто, когда я обозреваю какие-то палетки теней, я делаю один макияж на базе P.LUIS, второй макияж на консилере. И что я вам скажу? Во-первых, сразу же видна разница по нанесению. Я не знаю, как кому, но мне она, безусловно, видна. Не настолько сразу же приклеивается пигмент, не настолько насыщенно ложится, скажем так. Возможны какие-то проплешины на консилере. Это 100%. Зачастую так у меня и получается. Третье. Вот эта вот база, она по своему оттенку нейтральная. Вот она нейтральная такая, знаете, чистый холст. Это не белый цвет. Ясное дело, это все-таки тонированная база, но она нейтрального подтона. Консилер чаще всего желтоватый какой-то, персиковатый, в розовиночку или что-то еще. Какой-то подтон все-таки есть. Чаще встречаются все-таки с желтым подтоном консилеры. И что у нас получается? Мы, допустим, хотим какой-то холодный макияж. Мы берем палетку холодную, ну, допустим, не знаю, стилета от Марк Джейкобс. Наносим консилер, наносим стилета и думаем, где же наш, е-мое, холод. Хотя со стилета, конечно, там вообще не важно, что ты нанесешь, там все равно холодная палетка. Но, чтобы вы понимали, к чему я веду. Естественно, у вас, допустим, в консилере много желтого пигмента. А есть у кого-то из нас, допустим, именно сам подтон кожи с желтым пигментом больше. И мы подбираем себе консилер такого же оттенка. Наносим на века, и мы получаем уже грязный пигмент в наших тенях. Естественно, это все сбивает нам всю малину. И потом мы сидим и говорим, блин, что-то сильно теплая палетка, как-то мне не нравится. Тут очень много нюансов нужно учитывать, что у вас элементарно на веке нанесено сначала. Следующее, чем мне еще нравится вот эта вот база, тем, что она все-таки тонированная. Прозрачные базы по тени я не люблю. У меня хоть и немного всяких венок и капиллярок на глазах, но они присутствуют. И я бы хотела это все перекрывать, дабы добиться более яркого и насыщенного эффекта от теней, скажем так. Потому что венки, опять-таки, могут просвещаться, они могут проступать через тени. На венку, на сам пигмент венки может наслаиваться пигмент теней. Получаться какой-то грязный потом. Короче, я являюсь приверженцем все-таки именно подкрашенных баз под тени, скажем так. И в этом пилуис меня вполне себе полностью устраивает. Не стоит думать, что база пилуис это лекарство от всего, и вы сможете наносить сияшки на эту базу спокойно, пигменты и так далее. Нет, естественно, это все будет осыпаться, потому что какие-то пигменты именно, какие-то сияшки требуют нанесения специального средства, специальной базы, клей для глиттера. Всеми известный просто. Поэтому не наносите даже на свежую базу, если вы только нанесли эту базу, или же этой базы сделали каткрис, кстати, что очень удобно. На минуточку. Не наносите вы эти пигменты. Да, конечно, они, безусловно, будут осыпаться. Да, блестки тоже будут сыпаться. Если вам не нужен такой эффект под глазами, скажем так, используйте для этого специальную базу, клей для глиттера, и тоже не будет никаких, естественно, проблем. Что касаемо скатывания сияшек, если сияшки такие более жирненькие, скажем так, то на эту базу тогда лучше не наносить, потому что иногда и у меня такие делишки скатываются, когда вы сталкиваетесь с очень масляными такими сияшками, которые тягучие, плотные, насыщенные, то, скорее всего, что это может скататься, естественно. На мне не так сильно проявляется этот эффект. Это еще терпимо. Я могу это разровнять пальчиком, и все окей, дальше ходить с этим макияжем. Но если у вас, допустим, жирный тип кожи на веках, или же склонный сияшки к скатыванию, то имейте в виду, что все-таки лучше что-то более суше брать, чем, допустим, базу от P.Louis. Опять-таки, как мы наносим тональный крем на определенный тип кожи, и у каждого тонального крема есть какие-то свои свойства и особенности, то же самое, и касается базы под тени, вы подбираете под свои потребности. Я могу сказать так, что это универсальная база, которая подойдет большинству, в принципе, с которой легко справиться, с которой большинство теней работает, большинство формул работает, и которая подойдет как и новичкам, так и профессионалам, в принципе. Покупала я эту базу на официальном сайте P.Louis. У P.Louis очень часто бывают какие-то скидки, бывают какие-то акции, можно бандлы покупать какие-то. Короче говоря, заходите, смотрите. Можно, в принципе, выгодно купить эту базу под тени. Учитывая ее свойства, учитывая ее качество, я считаю, что цена, в принципе, приемлемая и нормальная. Ну, просто смотреть на фунт не особо весело, и потом переводить в гривны, и ты такой сидишь и думаешь, эй, блин, может подождать. Короче, ждите просто скидок, допустим. Можете кооперироваться с подружками, как что сделала я, когда ее покупала, я кооперировала с девочками. Мы сделали заказ совместный, и все, тихонечко, спокойненько себе это ждали. Напрямую, кстати, была доставка с сайта P.LUIS, причем бесплатная. Там тоже от определенной суммы доставка по всему миру бесплатная. Опять-таки, они и тени производят, они и цветные базы производят. Я, кстати, хочу очень попробовать цветные их базы, как типа подложки цветные. Я взяла себе еще, кстати, черную базу под тени, такую же, и вот тут у меня, конечно, есть много вопросиков. Мне она не понравилась. Она намного жиже, чем вот эта вот бежевая база под тени. Она безумно-безумно скатывается. Она даже тенями не фиксируется. Короче, мне она не понравилась. И мне не понравилось то, что нужно, естественно, навеки это все грамотно соединять. Наносить черную базу под тени, немного растушевывать, и затем наносить под бровь бежевую базу под тени, и тоже аккуратненько растушевывать, чтобы, естественно, черная подложка не превратилась в серую какую-то или еще какой-то оттенок. Ну, короче, вот этот вот стык выровнять, это тоже то еще удовольствие, я вам так скажу. А вот это вот именно бежевая база, но опять-таки это все. Это моя любовь. Буду, скорее всего, повторять, как консилер торт шейп тейп, я повторяю. Точно так же я буду и эту базу под тени повторять. По ценам база от P.Louis стоит 10 фунтов на официальном сайте, но я покупала ее по скидке за 5 фунтов. Она продавалась, так что я вам говорю, что скидки выгоднее ждать и как-то кооперироваться с кем-то, у кого-то спрашивать, кидать куда-то объявление, в конце концов. Ну и на крайний случай, все-таки в некоторых инстаграм-магазинах, допустим, можно найти базу от P.Louis. В какие страны они доставляют, друзья, я вам не буду говорить, потому что я это все не проверяла. Заходим на сайт и проверяем всю эту информацию. Там вся информация есть. В конце концов, как я люблю говорить, создаем ложную корзину и проверяем, доставляют вашу страну или не доставляют. И сколько это будет, естественно, стоить. Из тех девчонок, кого я могу посоветовать, кто продает у себя в инстаграм-магазинах эту базу, это магазин Oli Gloss. Я ссылочку оставлю внизу на ее косметический именно магазин, потому что у нее есть еще магазин корейской косметики уходовой. Она стала ее в последнее время привозить к нам и продавать. Так что заглядывайте, периодически у нее появляется эта информация. Иногда я еще у себя делаю перерепост в сторис, допустим, и говорю, что так и так, вот, мол, тут есть база от P.Louis, потому что мало кто ее почему-то продает. Я не понимаю, почему, правда, но вот мало кто ее продает из наших инстаграм-магазинов, так сказать. Что ж, друзья, я надеюсь, я вам рассказала всю полностью информацию, в принципе, и про базы, и про базу от P.Louis. Надеюсь, короче, все нюансы, тонкости вам рассказала, и ничего не забыла. Я надеюсь, что прежде всего мое видео принесло какую-то пользу вам, какую-то дало информацию. Если это так, то поддержите, пожалуйста, меня лайкосиком. Делитесь в комментариях вашим отзывом, если вы пробовали вот эту вот базу. Обязательно это будет полезно все-таки для людей, которые только хотят приобрести эту базу. Ну, если вы новичок на моем канале, обязательно подписывайтесь, жмите колокольчик уведомления о моих новых видео. И еще у меня есть инстаграм, кто вдруг не знает, ссылочка в инфобоксе, я там все оставляю, так что заглядывайте в инстаграм и подписывайтесь обязательно. Там я делюсь своей такой повседневной жизнью, скажем так, ну и, конечно же, касаюсь бьюти-тематики. Что ж, друзья, у меня на этом все. Спасибо за внимание, всех целую и обнимаю. Пока-пока.